день добрый что встречаем труды последней работы а это как уже многим известно рисуются новостями опасные бритвы из х-12мф кованой стали и кованой стали d2 это аналог х-12мф только произведенный в германии а х-12мф в россии все что же делаем обзор постараюсь коротким его сделать бритвки только что вот заточил честное слово тяжело тяжело только что учет немножко протирать нужно будет все будет перед фото почему тяжело потому что одно первых может там бритвы 34 я как-то еще с удовольствием так прям как бы так еще в легкую то есть все это затачивал но когда вот этих девять штук когда половине уже приблизилась честно сказать реально тяжко о как у меня получилось показать так следующее это корейская береза стабилизированная синяя оправа так металла все сказал это это как его зерикот много аккуратничаю конечно редко режусь но если сейчас произойдет а мне еще делов гора на вечер день уже закончился весь день ушел это то чтобы заточить заполирнуть закруглить тут все это вырвать заклепки и зебра на тонкий ствол и чтобы заточить то есть вот день ушел если ничего на вечер тут допоздна много еще всяких забот много чего нужно сделать везде вкладываю деньги уже во многое вложено а корейская береза стабилизированная коричневая наверное видите цапки оставшиеся на лизе в данном случае это естественно потому как если бы цапок не было вообще то было бы принципе не принципе одно и то же было бы один в один это и бен давесина но стоимость бритв было бы почти не почти ну то есть больше чем в половину увеличилась бы стоимость даже если так все округлить просто взять и округлить то это почти в два раза так что думайте сами как лучше вот так вот или идеальное зеркало хотя на х12мф она идеально не выйдет на будет матовым но все возможно дело в средствах я тут подумаю вообще золотом писать или может даже просто взять так вот висит просто клинок и покрыть его золотом 999 пробу тоже уже деньги вложил не вот просто подумываю а уже вложил это акрил красный с идеальной полировкой вообще понравился мне наносим не работал года два я думал что у меня уже его нет а вот тут с другими листочками лежал это узкой лезвие наверное у кого-то вопрос возник насколько узкая сейчас паузу поставлю замерим так замерил показывает тут растягивать не буду 17 миллиметров ширина остальные 19 миллиметров ширина то есть 19 это по моему 6 восьмых а 17 это наверное 5 восьмых ну как то так я не любители этих дюймов они слишком я уже еще раз повторюсь и говорила раньше слишком округленные значение что значит плюс-минус там миллиметр два там дичь конечно для меня это ну что ж ведь и поперечные типа цапины 3 цапины это структура металла стали легированной стали она всегда будет как они полируют не полирует вот поперечные цапки это да это шлифовка а продольные это структура так это крил черный все остальные пошли уже что же нас резкость плавает вот такой вот у нас обзор перед тем как им появиться на сайте если даже не уверен что их успею на сайт повесить слишком много забот поэтому обещать не буду посмотрим как получится из торца я вот когда делаю фотки вот так вот в таком положении то есть это столько макро что там видно даже каждую пылинку так чтобы пылинка толще сморится чем подвод самого острия бритвы поэтому не пугайтесь там вид конечно всегда такой какой-то такой грубоватый бывает там видно каждую мелочь там даже видно вот этот вот ромб который то есть я делаю на стрие скандом микроскопический но он имеется и его на макросъемке видно то есть такая макросъемка если я сфотографирую муху то вы у нее глядите все детали глаза вот и мухи вот на такое вот объектив я фотка поэтому там бывает она как-то топорно выглядит в реале берете осмотрите а там как все далеко не так потому что стану как микроскоп получается да вот как фотографии через микроскоп ну вроде как все в ближайшее время будут проворачивать всякие заботы они подкапливаются им надо постоянно заниматься а я их подкапливаю поэтому буду смотреть если будет какой-то спрос я буду в этом направлении двигаться сразу же по бритвам если не будет то я пока буду другие дела делать чтобы их тоже надо как-то кто ты должен делать то есть никто кроме меня никто кроме нас как говорят в ДВ да еще подумывал подставки сделать для камней заточных из древесины какой нибудь хороший вот тоже надо не надо если интересная тема ответьте конечно если считать там по деньгам они явно в нулях будут но просто чтобы было да вот такие основные размеры можно взять сделать это для чего почему я так говорю потому что мне время от времени бывает так поднадоедает с железом ковыряться то есть и хочется с древесиной маленько как говорится развеяться а потом сразу как с древесиной занимаюсь я у меня скука к металлу и опять вот такая вот круговер все обзор считаю состоявшимся и встречайте сегодня максимум завтра бритвы будут на сайте по цене у меня вы спрашивали раза два то есть вот такие вот получается вот с акрилом в районе 11000 там прям вообще точно я прям высчитаю прям перед самым моментом развешивания которые вот из этих древесин подороже которые там то они получаются где-то ближе ну до 12 скорее всего где-то так вот вот так вот единственное что только я подумываю вот за такой обушок так как там у меня еще получается минус бор который стоит 1200 по-моему вот его включил стоимость вот этот зарекот стоимость ну и заработал там рублей там плюс минус там где-то 300 накину просто за заботу поэтому вот она будет дороже чем например допустим вот такая вот бритва или вот такая вот так вот ну что ж все на этом стоп спасибо за внимание до новых встреч до новых новостей увидимся до новых встреч 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 до новых встреч